Вопрос о сложившейся в городе обстановке внепланово внесли в повестку дня. По словам председателя комитета Сергея Делакова, дело обстоит плохо. Администрация просто не знала, что дело. Действия в случае чрезвычайной ситуации не были отработаны. Объявление ЧС свалилось как снег на голову. Где взять дополнительную технику, не знали. С горем пополам составили список предприятий, которые теоретически могут помочь. По словам депутатов, недоработки во всем. Управляющие компании не выполняли свои обязанности. Жильцы сами, как могли, откапывали транспорт и расчищали дворы. А коммунальщики в это время отдыхали. Что вообще город понимал по чрезвычайной ситуации, депутатам непонятно. Отдельный вопрос – готовность к зиме. Еще в начале ноября МУП ЖЭК рапортовал, что техники хватает. Нормативное содержание дорог будет обеспечено. В результате очередной конфуз. То, что докладывали службы города о том, что вышли в город, допустим, там 18 машин, единиц техники, из них через полчаса 8 сломалось, я вот что-то не понимаю, а что я этим делаю. Есть ли специалисты, которые должны были эту технику вообще-то подготовить от приемки или что, ее готовить на полчаса. У меня был простой, что профессиональная подготовка служба. Всех от минимума до максимума. Но я не буду говорить про главных. У нас, ну не знаю, в лучшем случае выливают. Одним словом, вопросов у депутатов осталось больше, чем ответов. Да и отвечать было некому. Ответственные чиновники на заседание не пришли. В итоге комитет признал работу администрации неудовлетворительной и решил обратиться с официальным письмом к Валерию Павлову с требованием для чиновников администрации обязательно посещать заседание комитетов муниципального парламента.